Все говорят, у него золотые руки, и он прекрасно использует их и в профессии, и в спорте. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Вячеслав Карпов. Станное мужское развлечение, борьба на руках, подогреваемая самой природой инстинктов, столетиями остается популярным. В этом демократичном способе определить сильнейшего хотя бы раз попробовал себя каждый мужчина. Не мудрено, что оно смело перешагнуло границы американских баров и стало очень популярным видом спорта. В Рязани армрестлинг появился относительно недавно, в 2005 году, и практически сразу стал ассоциироваться с именем нашего героя Вячеслава Карпова. До открытого чемпионата ВДВ доктор по призванию не мог и предположить, что сам серьезно заболеет армрестлингом. Я так считаю, что у любого здравомыслящего человека должно быть какое-то увлечение. Человек должен как-то отдыхать. И для меня спорт является моим любимым хобби. То есть, в принципе, это было всегда. Сейчас на данном этапе, конечно, у меня времени очень мало, но я всегда стараюсь два раза в неделю уделить время спорту. Когда-то именно он с ребятами на общественных началах организовал Федерацию армспорта Рязани. Вячеслав Карпов стал первым атлетом в истории нашего региона, выполнившим норматив мастера спорта по армрестлингу. Так началась череда его многочисленных побед. В 2010 году я выиграл Россию. В 2011 году я был на Европе третьим. Также я как бы тоже этим поделюсь, этим немножко можно похвастаться. На данном этапе уделить внимание спорту не представляется, возможно, в том объеме, чтобы показывать вот такие вот результаты. Потому что ребята с каждым годом растут, ребята тренируются. Но я для себя сделал выбор, что спорт хобби работает основной. Ему до сих пор постоянно твердят, что мускулатура и мелкая моторика – вещи несовместимые. Мол, не быть вам, Вячеслав, ювелиром, если вдруг захотите. Карпов только скромно пожимает плечами. В его сильных руках не караты, а человеческие жизни. Он сердечно-сосудистый хирург и знает – главная правильная дозировка. Руки не дрожат. Руки дрожат, всем известно, от другого, от алкоголя, от каких-то неврологических заболеваний, от умеренных нагрузок физических. Руки никогда не дрожат. Можем с вами даже проверить. Мы намеренно не стали прогуливаться по больничным коридорам и палатам. В онкологическом отделении романтики немного. И нужно искренне любить свою профессию, чтобы каждый день перешагивать через порог больницы и иметь смелость прямо говорить с людьми. Если после беседы с врачом больному не стало легче, то это не врач. То есть человек, самое главное, должен быть человеком. Многие пациенты и не догадываются, сколько наград держали его руки и какое количество сильных соперников побороли. Турнир А1 в Москве проходит среди профессионалов с сумасшедшим призовым фондом в 113 тысяч долларов суммарно. То есть это такой единственный турнир у нас в мире существует. И Кубок мира среди профессионалов, который проходит в Польше. Также мне там неоднократно удалось поучаствовать. Но это, так скажем, профессиональные турниры. Там участвуют ребята, которые живут спортом, которые в спорте себя видят. Ну и, как правило, занимаются только именно армрестлингом. К сожалению, в его весовой категории в Рязани спортсменов крайне мало. Для более эффективной тренировки приходится либо бороться без отдыха в круг, либо использовать ремни, лямки и отягощения. Если сравнить, например, по сложности чемпионаты мира, Европы и России, порой в некоторых категориях на чемпионате России конкуренция более жесткая и более сложно здесь бороться. Почему? Потому что у нас на России, как правило, в каждой весовой категории борются по 5-6 человек чемпионы мира и Европы в разные годы, которые являются. Самое интересное в армрестлинге для журналистов – это интервью с участниками. Всегда загадка, что скрывается за той или иной грудой мышц, чем занимается очередной чемпион в обычной жизни. Не так просто представить в большой сильной руке маленький скальпель. Медицина мне, в общем-то, нравилась всегда, в общем-то, со школы, когда я учился еще в школе, наверное, на завершающем этапе, в старших классах. С 12 лет это был футбол, затем пауэрлифтинг. А когда за время занятий силовым трейборем с 80 килограммов он вырос до 120, понял, что в этих рамках становится уже тесновато. Как бы по себе сужу. Я и сам до всего доходил. То есть какие специальные упражнения нужно делать, какие не нужно, как нужно их делать. Чтобы юные последователи не делали лишних ошибок, а учились исключительно на своих. Сегодня он дает уроки пармрестлингу и проводит мастер-классы. Мы, тренируя свой организм, даем возможность ему более полноценно раскрыться. Потому что еще, в общем-то, Сеченому было замечено, что активный отдых способствует более благотворному, так скажем, труду. Вячеслав Карпов – один из немногих, кто добился успехов и в медицине, и в спорте. Он сумел приручить такие разные виды деятельности, требующие самозабвенной отдачи и нетерпящей конкуренции. Это, видимо, семейные. С братом-двойняшкой Дмитрием их кардинально отличает только количество килограммов. Вячеслав на 40 тяжелее. А так оба активно занимаются спортом и нашли себя именно в медицине. Это мне позволяет, так скажем, я убежден, трудиться более плодотворно. То есть я могу не лежать на диване, пить пиво, смотреть телевизор, да, а могу сходить в зал, активно отдохнуть, так скажем, сменить труд деятельности, что дает мне возможность восстановиться более полноценно, так скажем, и дает такую какую-то физическую мобилизованность, если так можно сказать, физическую готовность для того, чтобы применить себя в хирургии. Хон и на баяне, если что, сыграет. Это, к слову, о мастерстве. Еще с музыкальной школы Вячеслав хорошо помнит, если регулярно репетировать, пальцы будут бегать. О сомневающемся еще один пример. Буквально через 20 дней после успешной защиты научной работы Карпов стал двукратным бронзовым призером на чемпионате Европы по армрестлингу в Турции. И это после защиты диссертации. А тема называется, дословно скажу, особенности хирургической тактики, приложенных в постинфекционных аневризмах у наркозависимых пациентов. То есть, грубо говоря, заболевания наркоманов, которые сейчас лечат сосудистой хирургией. Единственное, во что верит мой собеседник, это опыт, знания и желание достичь большего. И никаких суеверий ни на турнирах, ни в операционной. Все работают по-разному. У кого-то в операционной работает музыка, у кого-то гробовая тишина. Кому как, в принципе, работать комфортнее. Но по себе, я скажу, мне комфортнее, когда в операционной тихо, идет работа. Если что-то кому-то нужно сказать для достижения определенного результата, проблем нет. А вот с пациентами нужно не только знать, что сказать, но и как это сделать. Один и тот же диагноз можно озвучить по-разному. И ни один человек не готов к приговору врача. Перед тобой взрослый человек, ты должен относиться к нему с уважением, должен донести до него, в общем-то, нужную информацию доступно. Никакого сюсюкования, в принципе, я не приемлю. Как-то, знаете, высокомерие тоже. Я считаю, что здесь мы, в принципе, на равных находимся здесь. Пришел человек, ему необходимо помочь. А если подумать, то параллели между медициной и спортом можно провести немало. Взять хотя бы тот факт, что оба этих занятия не терпят случайных людей. Если уж остановился выбор, следуй ему до конца. Люди воспринимают соперников у нас вообще с уважением в армрестлинге. У нас нет какого-то такого, знаете, пренебрежения к оппонентам. Это к слову о том, что даже самые темные лошадки, новички в армрестлинге, уже заслуживают уважения, потому что прошли многочисленные отборочные туры и региональные соревнования. То, что мы видим на соревнованиях, выходят ребята и борются. Это, скажем, верхушка айсберга. В общем, за этим стоит большая подготовка. В свободное от работы и хобби время Вячеслав Карпов, любящий муж и папа. Его супруга Ирина не имеет никакого отношения к медицине. А вот пятилетний сынишка старается равняться на папу. Говорит, что станет доктором и тоже планирует заниматься спортом. Правду пока не выбрал, каким. Через пару лет, говорит Вячеслав, этим вопросом они займутся по-мужски серьезно. Я думаю, что жизнь без цели – это не жизнь. В любом случае должны быть цели в жизни. То есть у меня есть как бы такая стратегическая или глобальная цель и такие мелкие цели тактические, так скажем, если военным языком выражаться. Чтобы было с кем отпраздновать очередную спортивную победу в семейном кругу. Семья – это когда вообще вместе, говорит Вячеслав, начиная от обедов и заканчивая отдыхом. Чтобы дети выросли хорошими людьми, необходимо независимо от занятости участвовать в их воспитании. Что ж, возможно, через несколько лет Рязань будет гордиться именем Карпова-младшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова